Израиль Израиль славится, кроме всего прочего, своими достижениями в сельском хозяйстве. Не столько количеством производимой продукции, сколько ее качеством. Ведущий в этой сфере – исследовательский центр вулкане в Ришун-Лационе. Его патенты, хорошо известные, приносят немалую пользу и в Израиле, и далеко за его пределами. К примеру, каждый гектар плодоносной земли приносит в Израиле урожай в 30 раз больше среднемирового. Любимый многими сорт помидоров черри – тоже израильская разработка. Но главной задачей израильского сельского хозяйства по-прежнему остается обеспечение продовольственной независимости. Для этого была создана в 1921 году агрономом Ицкаком вулканий небольшая экспериментальная сельскохозяйственная станция. Сейчас – огромный исследовательский центр с сотнями ученых, агрономов, инженеров. Несмотря на большие бюджетные сокращения, правительство Израиля недавно выделило 300 миллионов шекелей на разработку новых технологий в производстве продуктов питания и на поиск альтернативы нефти – биотоплива. Есть два направления. Первое – использовать растения, содержащие сахар, для производства алкоголя. Второе направление – производить топливо из растительного масла, но не использовать растения, которые едят, чтобы не было недостатков пищи. Вот одно из таких растений – клещевина. Оно содержит касторовое масло, но ядовито, и мы пытаемся изменить его с помощью генной инженерии. Израильская корова-рекордсменка – тоже подопечная центра Валкании. Надуи в Израиле действительно самые высокие в мире. Правда, молочные продукты отнюдь недешевы. Наша корова потому и лучшая в мире, что получает дорогую пищу и дорогостоящий уход. Например, за последние 30 лет в Израиле ни одна корова не погибла от перегрева. В Европе два года тому от теплового удара погибли 30 тысяч коров. Вот объединим мелких фермеров, и у нас молоко станет дешевле. Мы не смогли не воспользоваться случаем и не спросить министра о бойкоте Евросоюзом товаров, произведенных за так называемой «зеленой чертой». К примеру, большая часть идущих на экспорт знаменитых фиников и цветок выращиваются в Кибуцах и Машавах и Орданской долины. Ущерб прежде всего будет для палестинцев. Они потеряют работу, а мы просто переведем свои обрабатывающие цеха вглубь страны. Наша политика была направлена на обеспечение занятости палестинцев. Поэтому мы и строили заводы, фабрики за «зеленой чертой». Сейчас бойкот заставит нас перевести производство в другие места. В итоге тот, кто думал, что он помогает палестинцам, только навредил им. Если бы Страсбургский и другие миротворцы меньше вмешивались, палестинские поля давно бы зеленели и плодоносили не хуже израильских. Вода и пища – универсальный ключ к сотрудничеству. А научных открытий Центра Валкани хватит на всех. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова